В распоряжении редакции нашего телеканала оказалось вот такое письмо. Пришло оно в один из Ивановских вузов. В преддверии общегородского субботника Комитет молодежной политики призывает руководство вузов организовать студентов на уборку города. К письму приложена таблица, в которую нужно внести информацию о количестве участников и данные ответственного лица. На первый взгляд это простое информационное сообщение. Впрочем, некоторые студенты решили, что послание мэрии и администрация учебного заведения воспримет как четкое руководство к действию. Как это нередко бывает, учащихся сгонят на массовые мероприятия, дадут в руки грабли и метлы и отправят на общественно полезные работы. Городские власти успокаивают, все будет добровольно. Все, что относится к субботникам, традиционно, исторически, это, естественно, исключительно добрая воля участников этого мероприятия. Естественно, никто никого не заставляет. Это просто как раз обращение, в первую очередь, к инициативным гражданам, тем, кто хочет поучаствовать в жизни города и сделать город чище. В городском комитете молодежной политики подтвердили, что действительно отправляют письма в институты и университеты, призывают неравнодушных студентов сделать город чище. Понудить руководство вузов к чему-либо мэрия не может. Муниципальная власть не распространяется на высшее учебное заведение. Да и не стоит задача из-под палки заставить бакалавров убирать родной город. Характер этого письма носит совершенно не принудительный характер, а характер приглашения. В этом письме мы просим организации и вузы дать нам графики субботников. Для чего? Для того, чтобы мы могли понять, нужны ли, например, какие-то материалы, грабли, лопаты. В каком количестве они нужны? На встрече с общественностью по организации субботников Владимир Шарыпов заявил, что уборку города ни в коем случае нельзя превращать в обеззаловку. Студенты, в свою очередь, должны понимать, что благоустройство территории – дело полезное, но в то же время сугубо добровольное. Так-то оно так, на осадок остается. Максим Серебряков, Антон Осипов, Денис Денисов, РТВ, Иваново. Продолжение следует...